Если не отпустите, сейчас будет легенда Эйзенвалда. Эйзен... Эйзенвалда. Начало 22.48, да. Почему не Мэйе? Может, мне не побеждает он. Тем более, я не хочу в шутер пока играть. Так скажу, эту убогую игру ходит жаловаться. А-а-а. Кто меня не ценит, никто не понимает. Злые вы. А ладно, давайте подмузочку поставлю там пока анонсис. Вот она меня. Так, где она здесь? Вот она меня. Что-то я сейчас включу 3 часа в сутки. Так, а че че там-то? Эй! Арбейтен, блин. А вот, заработало. Самплёры застрем? Не-не-не. Че бы такое поставить вам? Чтоб себе заодно повеселее было. Могу электродэнс поставить. Хотя, думаю, не всем понравится. Я только смотрел раньше, мне понравилось. Ты же перед стримом спал до 2 часа. Сколько? Полтора часа целых. Целых полтора часа поспал. Блин, че поставить-то я даже не знаю. Давайте электродэнс какой-нибудь поставим. Находи, взбодрюсь. Где-то у меня здесь был электродэнс. Тынц, 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 тынц. Вот она. Ой-ой-ой. Тихо. Тихо. Сейчас тебе батиши сделаем. Ну, заставь и все. Че там такое? Ой, не-не-не, не надо мне баб поющих. Баб поющих мне не надо. Так, ладно. Пойду, айди-ка, анонсы поменяю. Вы пока музыку послушайте. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Обучение в настройках еще, но вдруг пригодится. Петрович, мы желаем подарить нам долгие часы и один. Нет, ну просто обжигает мой язык, я больше не могу держать его во рту. Скажи, ты уверен, что уйдешь на ствердной дороге? О, дорогой Бертоль, да лучше меня тебе ответит, моя карта. Мы с тобой всегда можем взглянуть на нее и проверить, правильно ли мы путь выбрали. Откройте карту, посмотрите на нее. О, боже мой, нажмите, чтобы указать на карте, метки на карте. Зеленая стрелка обозначается ваш отряд, отлично. Объекты, принадлежащие вам, нейтральные, дружественные, ну понятно, красным, понятно. Что-то какая-то маленькая Германия. Здравствуйте, Драбнар. Если бы я знал, как у меня серый книг об изменяющем, очень понравилось. Да нет, за что. Что-то жирает мои сообщения, герб не поменял. Ах, хрен с ним. Настройки. Хорошее обучение. Применить. Здравствуй вам, добрые путники. Я прибыла к господине Зея, длица, чтобы проводить вас. Ни в что классе думает, что я бы забыл дорогу до его замка. Ну, в трое мы тебе безопаснее, чем твой мой господин. Ничего здесь не в местах, как и во всем Гольдштейне, полного злобленного разбойничьего люда. Хм, вот как. Значит, не гоже нам идти в беспорядочный гурьбой, как пристушка. Построимся так, чтобы при случае отрезать нападение, а заодно проверим, насколько мы готовы к схватке. Открытие трана отряда. Ага, вот она. Милишник, лучник, маг. Развитие. Ух ты ж ее. А, ну вот понятно. То есть у нас это охотник, охотник в кого-то превращается. То есть это, видимо, ополченец, лучник, и тут уже две витки развития. Что-то ты на себя в паспорте не похожи, друг мой. Заново начинаю говорить, ты на легком играешь. Иди, а как понять, на каком я играю. Заново, давай, говорю, ты на легком уровне играешь. За бабу, за бабу, хардкору. За бабу, хардкору. Выход в меню. Настройки. Новая игра. А, вот. Очень сложно, да. Вот, прям, обществу. Маскарад. Проклятый замок. А, да, да, компания и две этих. Возвательская компания для разработчиков. Доволяет случайное отклонение характеристик персонажей в игре. Рекомендуется для опытных игроков. Персонализация, да, давайте возьмем. Начать игру. Мистик. Петрович. Пет... Петрович. Петрович. Да, Петрович. Петрович. Начать. Цивушка. Игра сохранилась, вроде там было написано. О, глядите, каковы, ребятки. Мордашки не здешние, да одежда богатые. Пойдемте-ка, ребята, по дому про здоровую с нами, а то ж худо будет. Проглоти стороной, нехри, смердящий. Да посмотри, чтоб у тебя самому худо не сделалось. Ты че, петух напыщенный? Со страху Мишка проглотил. Мы же рыжего бест для людей. Да, по нам, да, нам по чести говоря, плевать, чего вы, холопа. Не хочешь уступить дорогу, придется тебе поплевать в болоте. Поплевать на болоте. Хорошо, где моя магия? Игнус Магневиум. Магическому роду вражескому персонажу возможно применение только на персонаже, находящем в соседней Гексе. Игнус Магневиум. Видишь, как щита душная, персонажа становится ровной 14. Замечательно за стекущую щиту, у персонажа действует реклода. То есть, особых атак, видимо, пока нет, да? Быстрая битва, но это нам такого не надо. А у него первая атака, потому что он с пикой. То есть, я на подходе, он на подходе носит у меня урон, видимо, да? Ответ идет, отлично. Всегда ответ идет? Всегда. Отходить, видимо, нельзя, да? Как-то быстро лучника продал, не? Отходите. Меня смущает то, что лечения нет А больше меня ничего не смущает Знаешь, мало жизни и сил не будет сражаться в следующем бою Ладненько Лесно выглядит убого Если честно, игру делали на кикстартере Она не должна выглядеть супер красиво Церковь Святой Елены, летняя ярмарка Летняя ярмарка ежегодно разворачивается на этом лугу уже ко дню апостола Матфея Христиане, торговцы и мастера со всей округи собираются здесь, чтобы обменяться товарами и сплетнями В слову, сплетен тут куда больше, чем товаров Эмм 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 Они бьют не естественно падать не естественно По-моему, все нормально А чё я выйти-то сюда не могу? Эта церковь была построена предком прирежного владелия замка Зейдли. Говорят, старый ворон сильно любил свою мать и впол в большое горе, когда она скончалась. В память о неё и вон везде храм, который посвятил равнопостной Елене, матери первого императора христианина. Что-то пока непонятно. Ну ладно, свевушка. Ставь герой вперёд, чтобы он тоже мог драться. Ох... Ох... Окопашные атаки. Ну, это развитие уторговца, это развитие феодала, видимо. Это, видимо, развитие мага. Пацаны может просить ход, чтобы восстановить действительность духовной силы. Стой, 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 твою мать. Спи к весьме, блин. Ора, здравится ваша милость. Ну да и поговорили, блин. Эта девушка совсем небольшая, но вовсе не бедная. Ещё бы. Её жители кормит не только пахотная пуля, но и лес рекой. Хорошо жить возле леса зимой, в печи всегда трещат дровишки. А лето там шкурчит мелкая дичь. Я, правда, не понимаю, что здесь происходит. То есть, это просто... Просто деревушка. Как коровая ложка. Таверна. В таверну меня, видимо, тоже не пускают, видимо. Видимо, рожье не вышло. Этот маяк пользуется у местных жителей дурной славы. Говорят, ни один смотритель не подержался здесь больше года другого. Кто умер дурной смертью, кто умом тронулся, а кто и просто пропал не весь куда. Открыть инвентарь. Открыть карты в журнал. Открыть карты в журнал. Иди к замку Зидлица Ждет радушный прием Учение груза прошло 5 часов 41 минута Видимо замок Зидлица там Слюшка Или это замок Зидлица? А вот Зидлица Может и ответа карту закрывают? Да, только я не знаю куда его передвинуть Давайте сюда передвинем А вот и замок Лауслина Клянусь оттуда могу различить даже его самого Вон он стоит на башне в ожидании гостей Если хотите посмотреть состав отряда или границана Замкайте по нему правой кнопкой мыши Мне это к сожалению ни о чем не говорит Замок урон Зидлица возвышается над обрывом Над живописным изгибом реки Все в башне хорошо видно все вокруг А в ясной погоде можно разглядеть даже корабли Которые плывут мимо этих земель По Северному морю О, добро пожаловать, любезный Петрович Как отрадно видеть дитя старого друга Вступившее в рассвет силу Вступившее в рассвет силу Ах, благодарю за ротушный прием, Клауслин Я тоже несказанно рад нашей встрече Сколько же лет мы не виделись, а? Ну, если бы память меня не подводит У тебя я не видел давно Спутника твоего отдаивайся никогда О, извините, позвольте представить вам Бертольда Это самый верный друг, о котором можно только мечтать Мы рисуем вместе в Ланштайне И не раз наша дружба выручала На самых трудных переделках Если бы три года назад я отправился охотиться на медведя без Бертольда Но сейчас не стоял бы перед вами, Клауслин Моя жизнь стояла ему смертельного риска И никаких глубоких шрамов А у тебя крепкая рука, уважайте, Бертольд Ну, раз вы впрямь друзья не разлива Да, вы верно поступили, приехав сюда в дуем Друзья лучше лишний раз Друзьям лучше лишний раз не расставаться Надеюсь, ваша дорога вышлась без происшествий Ну, как сказать Шайка разбойников напала на нас неподалеку отсюда Они представились людьми некоего рыжего бествия Аж поражат Брюл как раз в Орме И оказался неплохим стрелком Ох, тревожные вести Ну, сейчас вы оба должны отдохнуть и набраться сил Сперва вылечить ираны, полученные в бою Это всегда можно сделать в церкви Затем возвращайтесь в мой замок И мы вместе потолкуем А, кстати, еще Раз вы у меня в гостях И я не допущу, чтобы вы испытали нужду Возьмите эту машину Золота мне должно хватить на неделю Замок барона Завидельца возвращается на забыли Ну, это уже было Ура, мне дали машину Поставь чай посередине, чтобы Ванюшу понравилось Ну да, Ванюшу-то точно понравится Допустите течение времени Очень скоро течение времени А, то есть, типа, быстрее добудете Тинь-тинь-тинь-тинь Ну, вот эти гаиды, те, кто омоете, бережат наши раны Лечить персонажа Петровича Лечить всех Лечение, забородание и другие действия Ну и все Ох, не-не-не-не Многовато Вот с двойкой нормально Урона вас больше не тревожит? Ну, славно А раз так-то, чего бы вам не проучить этого рыжего бесля Тем самым вы отплатите за причинение вам обиду А заодно и мне поможете Однако тут вам не обойтись без пополнения в отряде Сначала возьмите в свои ряды одного верного солдата Нет, его можно прямо здесь В ее замке Дача солдат Нанять На им войск Славно Но одна пехота до стрелков в бою маловато Во-первых, вам понадобится лекарь Во-вторых, совсем не лишним будет священник Не удивляйтесь, порой молитва делает больше, чем заточенная сталь В неравне прелестье живет знахарка, которая верно Которая верно охотно отправится своими за плату По месте же церкви можно уйти околито Кроме того, как я погляжу, оружие ваше отнюдь не самое лучшее Отправляйтесь ко в летнюю ярмарку и выберите там что-нибудь да понадежнее Ну и это еще не все Бертольд, у тебя... У тебя... Для тебя у меня есть кое-что особенное Скакун, которого мой знакомый привез из Венгрии Он божился, что тот конь ведет свой родословную из самой Аравии Для меня он слишком резый, а вот для тебя придется как раз в пору Я велел попридержать его для тебя в деревне возле замка Ну говорю, господин Клаусин, весьма польщий он таким ценным подарком Сибирь, как кое-чего для охоты на медведя Это что за костюм садамаза? Реально садамаза ему Вот как с вами стебе сидят, если вам даже ничего не интересно Вы реагируете только на слово Готан или фразы бога говно Ну да Господин Бертольд Крэгги Барон Клаусин увидел передать вам это вот этого коня О, здорово, надеюсь, его успели хорошенько объездить до меня Однажды у меня был такой скакун, с которым я чаще оказывался в грязи, чем в седле Что ж, попробую поставить ногу в стремя Обратите внимание, вы получили не только коня, но и пику То как сержать вверху можно только с конной пикой Такая коня мне, как, как, как мне одеть коня Куню одел и кузел Биктору Нельзя, значит, но, видимо, пока нельзя Мира, драмница Становлю дружескую Персонаж 20 жизней пунтов Воле целею Ага Медитация Одеяние Персонаж может использовать одеяние Чтобы это не значило Ой-ой-ой Легкий арбалет Конь Можно коня купить Образ святого Георгия Чудотворца Берет шкалера Давайте купим берет шкалера Заявляющая настойка Воля плюс единственная сила плюс три Жезл можно взять Булатный меч, почему бы нет Ржавая кольчуга, отлично Всегда мечту Так, на, держите Булатный меч Билет 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 шкалера Давайте хиллеру дадим Жалко них тут не отображается То есть, ну, броня К ощущению, как будто он в латных доспехах А на нем ружавая кольчуга Странно все это как-то Как у меня денег Я могу деньги посмотреть Придем слово, ученый шкалер Вели как шкалера Ах, и нужны Может, им нравится шкалер Ну, кер, блядь, можно тоже взять Кене А, 372 Шмотки на ГГ Так, куда тебе кольцо-то всунуть? Арбалет только для арбалетчиков То есть, толченьку арбалет не подойдет Удачная покупка На завещании бывает Никакого в руках Когда не прострелишь этого бодя Так оформим примерить обновки Угу Следует его найти Испросим взъедлиться Возможно, узнаете Причит за это шейка Смелее, друг мой Есть много способов Что-нибудь разведать Один из них Спокойно побивать пиво Об местной хорчевне Да, прислушиваться к тому Что болтают посетители Ну, хорошо Ну, блин, у какой есть То есть, это, видимо, дефолт Деревянный щит То есть, это, видимо, дефолт Ну, какой он будет Ну, который есть На самом деле А, вот он Ну, кто бы знал, а Ну, вот мы и в трактире Самое время Купить пивка До новой стритюшки Владелец этого трактира Выстроил его Недалеке От пристания Рассчитывая Что приезжие Мореходы Будут просиживать Здесь выручку От торговли Мореходов Оказалось не так много Но трактирщик Не бедствует Косяне Из прелесей Сокольника И всегда рады Заглянуть сюда На крышечку пива По-моему, у нее Лифт должен быть Чуть-чуть Пониже Загружка пива И нехитрая Законская Здесь всегда Можно послушать О чем говорят люди Старый маяк И вальд Мудрец Давайте Старый маяк Ну что Ты искал На маяк Нового смотрителя Нет Ты че Да может Статься Что в этом месте И не отвечают Она и не мудрена Кому охота Раньше с рук От пекла Попадать Да ведь Какое дело С этим маяком Как смотритель Тудуи Наймется Два Три Ну Четыре года Проживет там А потом Все Нету Человека Умирает Все по-разному Кто захворал И не вылечился Кто потонул По пьяни А кто и вовсе Пропал И ни слуха От них Ни духу Я так думаю Что Кисти Господи Я так думаю Что это Кисти Концы Воду мутят А где-то Кровь портят Когда маяк Не светит Судно к берегу Не пристать Вот и идут Судно мимо Зедлицевой земли Эвольд Мудрец Помните Жил когда-то Вблизи Зедлица Старый Эвольд Замысловатый Был человек Многие люди И простые Знатно За светом К нему ходили Про него Еще при жизни Много чего Рассказывали Говорили Вон Волшебе Разумеет А такое Знать Чего простому Человеку И знать То не положено Так вот Толкают люди Что ему удалось Самому смерть Перехитить Уже Вот он там И в своем склепе Как будто в доме А почет даже К гостям Поговорить Рад бывает Ежели кто Глубок И ночью Отважиться Один Зайти к нему В склеп Тому Эвольд Про будущее Его подробно Расскажет Ааа Про Эвольд И книжки Кики Только Бэк Не ходила Ученый Человек был Да господа Не почитал По минимуме Слово В склепе Лучше Просто так Лисоваться Филерас А знаете Вы что В лесу На западе Филерас Объявился Кто Филерас Самый настоящий Это зверь Такой Хищный Огромный Прожорный Как целая Стая волков Тело у него Как у медведя Лапа как у собаки А голова как у кошки Только Больше гораздо Ааа И к тому же Это по пене Такое чудище Примерящилось Балин Кнопка прожалась Позвана стала Быть шейка Бест для пряча На западном лесу Но что Бертоль Ты не испугаешься Филераса Едва ли Кажется я догадываюсь Что этот филерас Проглотивший Четверых разбойников Киристиканец Кабер От братьев Кистиканцев Спаса нет Никакого Ни драма Ни такого Прозвища Но все Кистиканц Значит Сова С берега А Только Сова В воду В воде Рыблой Это Эти рыцари Суда С товаром А как поймать Скажи спасибо Если только Вы потрошат И тебя при этом Заживо не порглотят Эй Братец Кому ты это Рассказываешь Мы тут с ними Бок о бок живем И на терпение От них Будь здоров Одно Хорошо Неделя Поэтому Младший Из них Куда Та сгинул Дай Боже Чтобы Потонул Ну Увы Такие Если Тонут Обычно Потом Опять Выплывают При этом Став Еще Злее Да Аж Повезло Завидеться Соседями Уйти Горосговор С разбойником Что Шиша У нас Есть Еще Удав Одно Жабать Парам Монет забы верно Тогда я открою Вам кое-чего И думаю Это вам придется По нраву Всего-то Пятьдесят Гульденов Аня Купица Не сомневайтесь Ну Давай Ну Так Вот Жебисталь Прикаманил Для Добрпетра Одну Вещицу Дорогую И Богу За нее Можно Денег Выручить Уйму На северном Берегу Есть Старая Башня Ее Разваль Навернее Вон Там То В щели Примеч Тен И другой Стеной Вещица Тих Заны Кана Да Что же У меня Мыш Прискакивают Думаете Мне Рыжи С бестлем Охотно Связываются А вот Вы Вдвоем Похоже Хоть Куда Вояки Если В той Башне Встретите Кого Как Муху Прихлопнете Какая Изысканная Лесть И При Герцовском Дворе Вельможем Пятками Языком Щекотать Ну и Где Здесь Развалины Маяк Шайка Рыжего Бестля Дневник Тут Есть Ну Что-то Вроде Заметки Гвальд Мудрец Польза Сплетен Нарешенные Задания И Задания А как бы мне в лес-то пробиться А вот же Вот так встреча Ненача победа над моими четырьми ребятками Тебе подвигом показалось Ну а заявившись сюда Ты маху дал У меня в достатке людей Чтобы покончить с тобой Вышает воле дружные персонажи На шесть И не забавляют суммарное назначение Воле Твой персонажей К его физической Понятно Суммарное назначение Воле Твой персонажей Нечет Первый Суммарное назначение Суммарное назначение Ты слабенько так будешь Легкое ошеломление То есть А до этого Я не дохожу Да уже Интересно Разве того я не должен быть на конец копьем? В лесу-то? Представляете себе, на конец копьем в лесу воевать? Тут все логично, продумано. В лесу и в болоте он с коня слазит. Там, где с копьем в лесу нельзя воевать. Ну, там, где с копьем на гинога не воевать нельзя, он не воюет. Щит веры. С боевым инакем, где бы их еще найти? Вроде спать хотел, хоть ты и лягу никуда и не денешь. Не нажал на кнопку. На какую кнопку можно нажать? Да, вернее, не нажать. Что за чужая женщина по-любови? Она знахарка. Вот, пол лечит. А то есть, знахарок ты отказываешься лечить. Вот ты, падла российская, а. Ну, как могут, так, видимо, и падают. Разве что будет, но заступна безопасно ГЁКС. Защитная стойка. Этого нам не надо. Молодой коней активировать? Как вы представляете активирование коня? Просто интересно. Интересно. Так, женщину убить, да, женщину убить. Да куда ты пошел, твою мать? Было бы неплохо, если бы им во время молитвы еще голосовую это сделали. А мой ман, мой, что-нибудь по лодыни его губнил. Ну, чтобы они какой-то бубнеж устраивали во время чтения заклинания. Было бы неплохо. Изогнутый лук, неплохо, кожаный комбинезон, комбинезон. И трофея разнообразная. Может, да, вновь нас не дается, Невы. Переболтаться теперь на весельце. Погоди, погуби. Не губи, молю. Меня поручили взять вас в полон под руки. То было чужая воля не моя. Скорее всего, эта собака лжет. Ну, давай же выслушаем ее. Тогда решим, чему верить, а чему нет. Я выполнял поручение Кюстен, Кюстен Канца, господина Кюстен Канца. Он сосед друга вашего, господина Заядлица. Он нас мужиками разбойничать надоумил, а накрабленно заставлял с собой уделить. Ну что ж, сообщим Заядлицу, послушаем, что он на это скажет. Ну ладно, человек, конь вперед. Атака рукопашная, цена 25 монет. Как там насчет экспириенция? А, и был обычный Акалит, стал Акалит в рясе, не знаю. О, женщина тоже можно было. Простая женщина стала прокачанная, прокачанная. Тут ведьма, видимо, а тут монахиня. А где у них шкалы экспириенции? А, вот оба, 12 и 70. О, господи, они тут так медленно растут. Офигеть. Очень медленно они растут. Слежка. Ведьма Рыжая. Ну-ка. Да, ведьма Рыжая. Да. Вы знали, что Рыжий Бестарец предполагает какую-то ценную вещь в руинах страджевой башни север, на северном берегу. Ну, там, блин. Куда я? Северный берег, вот здесь. Клаус Лейн, мы разбили Шелико Бестарец. На допросе он клялся, что действовал по нарушению Кистиканца, вашего соседа. Вы думаете, это может быть правдой? Увы, ну еще как может. Брать их Кистиканцем вокруг идет дурная слава. Да и у меня самого Баля 6 было с ним немало стычек. На них становится и суда топить, и разбойникам подворствовать. К слову, я давненько не видел молчу из них, и сдается мне, что это не к добру. Охоже, Клаус Лейн, Господь наградил вас веселыми соседями. А что, если нам Миккистиканца проучить? Разбойниками справились, и управимся и скапером. А ты не изорвка у десятка, Бертольд. Что ж, я охотно приму, что помощь, но... Не все так просто. Вам придется брать штурмального замка, и это куда опаснее, чем бой на открытой местности. Своими силами вам не управиться. Вот золото, чтобы вы могли взять наемных воинов. Наемники, в отличие от простых бойцов, требуют ежедневные платы, но зато ничем другим их число не ограничено. Таким образом, при привлечении в помощь, вы можете недурно усилить свой отряд. В местном трактире всегда можно найти нескольких ландскенов, готовых драться за деньги. Наймите их, чтобы в общей сложности отряд было не меньше восьмерых, и только тогда штурмуйте Кистиканс. И это все? Послушайте еще совет. Не стоит торопиться и идти на замок, пока рыцарь сидит там со своим войском. Вполне может быть, что покинув замок, он оставит там небольшой карнизон, а долить которых будет можно малой кровью. На том берегу есть старая рыбацкая хижина. Спрячьтесь с ней, едва ли Кистиканс вас заметит. Там подождите какое-то время, пока он со своими людьми выйдет из замка. А когда его отряд отойдет достаточно далеко, вот тогда смело идите на штурм. Коварно. Ланцкнехтов вообще, да. Ну, я неправильно вычитал. Старый маяк. Ну, это у нас уже было. Это уже был. Нифига, блин, стоит-то он. Ну, это сколько нас? Пять. А, ну, как раз восемь. Руболечик Юрген. И стражник-ветеран. А это солдат. Это бертонет. А, о как. Ничего же, мужик-то прокачанный. Хм, неплохо. Здравствуйте, Элла. Севушка. Стоп. Мне смущает, что карту вращать нельзя. Весь этот блокадер от Азии на башнях нас не заметили. Я должен только подождать, пока Кистикан со своими людьми покинет замок. Чем быстрее идет игровое время, тем меньше утомляет ожидание. Регулируйте скорость сечения игрового времени плюсом и минусом. Козелка будет еще, Дима Бородач. Ну, да. Так тут вроде никого и нету. Севушка. Бетуха шел далеко от курятника самого времена виду. За туда я пора бы поразвелось сиять. Мочи, бетуха. Начать штурм. Ну, если честно, думаю, от Винска как бы по-другому будет выглядеть. Ну, да ладно. Дима Бородач. Ай-яй-яй-яй, как неприятно, а. Мужик спикает и чит. Даже ударить не успел. Ай-яй-яй-яй. Ну, будем сильнейших дефать. У меня такое смутное чувство, что... Толпо лучников? Это просто отличная армия. А конь-то где? А как вы будете... Молча. Нигде на конь-то замок что-то бывает. Это просто нереально. Победа. Там вроде еще один из того. За ней ли он, типа, сбежал? Ха. Да, казалось, не так уж и сложно. Но не стоит рисковать. Кистикан сможет вернуться в любое время. И лучше будет, если мы встретим его в замке. Так будет проще его одолеть. Он, как и мы, только что понесет потери при штурме. Кроме того, нам необходимо вылечить раны. О, смотрите, угадал и вылап. Отлично, теперь, чтобы не терять даром времени, можно потренироваться. Угу. Вот она идет. Позволяет брать оброк в деревне за один раз, за деньги, за пять дней. Весочее учение этого суммы с деревни не принесет денег. Самость наима наемников меньше на пятнадцать процентов. Загарь быстро повещается по пересеченному местности. Получает плюс два к инициативе для сражения в лихонечном. Ага. Принят на пациентах еще, а продают на пациентах дороже. За каждого выраженного врага все войска получают присоединение к инициативе и выкупашной атаке. За каждого выкупашного воина рядом персонаж получает плюс два к инициативе и выкупашной лидер. Если прощать с собой то же заклинание, что и на прошлом ходу, дороскод духовной силы на это заклинание снижается на десять процентов за каждый ход. И на логичь, наверное, мага качать. Укрепление здоровья. При воле и дружесканном персонаже 27 единиц жизни и здоровья. Воля цели влияет на силу в основе... Ага, понял. Хм. Интересно. Решли занять рейт 33% венеческая защита и каждый ход в течение трех ходов. Эффект накапливается и сохраняется до конца боя. Неплохо. После гимагической книги и жезлое деяние. Хм. Цивушка. Да и вы. Вы обещали вам легкую смертьницу, вы добровольно откроете ворота. Ну уж нет, мы гостеприимство обучено и без угощения тебя в замок не пустим. Подойдите поближе к стене, да, раскрой глотку пошире, мы напоим тебя горячей смолой. А вот они и напали, и биты, и биты они по самой ей. Ну, кстати, вот мужика-алебарда. Трансмутер рубрика. Отразу женщину убиваем. БААААААААААААААААААААААААААЦЕЯМЕРА. АБАААААААААААААА are за годин. японский бог вот это ни хрена себе такого только издалека расстреливать и дай больше такому в мире подойти добавь этого его лёгко к пиццу дали стальная кираса неплохо я разбрасываю все обещаниями особенно если обещаешь мерить особенно если твой противник неплохо вооружён особенно если ночей в замке довольно об этом воротимся к зельце расскажем обо всем когда мы так легко замок захватили я забрать получим доход отлично этим можно бредиться ну нормально жизненные силы вот лёгкое копье а кто у нас копьем владеет а то есть а вот то есть можно либо добор тебе либо копьё тебе всё равно уволенить надо у меня деньги жрёшь а ну вот же вращаяло руины старой живой башни чё-то по нито всего лишь Бандиты-то несерьезно. Тут, кстати, что интересно, в боевке здесь нельзя пропустить ход. Вообще нельзя. Ну никак. То есть нужно обязательно либо атаковать, либо баф наложить на кого-то. Либо отступить. Ну, некоторые могут отступать, некоторые не могут. Тут живуче твое. Ай-яй-яй. Ну, где он последний сбегает, я не знаю. Достатки старой живой башни, что когда-то охраняли северный берег реки. Тогда она возвышалась над окрестностями, а нынче ее даже не развлечившись за разоросшим лесом. Впрочем, именно этому обстоятельству башня обязана своими новыми жильцами, бриконьерами да разбойниками. А вот именно то место, которым упоминал пройдох из Хорчевни. Так, что же у нас тут? Некие амулеты списаны силами, а тюнь не христианскими. Небудрено, что он был спрятан. Даже Ржебестер не желал бы навлечь на себя недобрые чары, или того хуже оказаться в руках Инквизиции. Лучше бы никому не показывать эту вещицу. А что мы нашли, что нашли? Амулет Самэля. Ну-ка, башня защита. Хорошо, я расторожу башню на шлях. Где здесь? Склып? Дмитрий Петрович заходил в замки, да-да. Вова ручка не замкнула, ну а к магии же, чему удивляться? Клаусом выслушивает вашу рассказ и в задумчивости поглаживает свою бороду. Ну что ж, разбойничий рыцарь получил по заслугам. Ну что ж, до вас, то вы отлично справились. Я рад, что мой друг Леонард выросла своего сына настоящим воином. Хотя я в одеждах ученого. Отец правы грядицы тобой, Петрович. Как и твой отец, Бертольд? У моего отца давно нет живых, и я едва знал его. Ну что ж, это слушать. Форча в молодости, я водил знакомство с человеком, удивительно, на тебя похожим. Ну а не может статься, что это был никто иной, как твой родитель. Неужели? Отчего бы и нет. Если хочешь, подолкуем об этом, наедине. Пойдем, много времени это не затнимет. Петрович, прошу тебя, останься пока здесь. Вычуй предательство, а? Сколько можно языками чесать? Я уж в битый час вас жду. Причем вы пропустили кое-что любопытненькое. С башни разглядел, как пристанье у маяка подошел корабль. Нечастые события в здешних кореях, как я могу судить. Расследи пока, мол. Нечастые, боюсь, недобрые. Петрович, Бертольд, идите к прессунирую, узнайте, кто обмаживал вам на мою землю. Такое ощущение, как будто, блин, кнехт его. Модушечный наемник. Вы, Петрович фон Лайнштейн? Ну да, теперь представьтесь сами. Нет нужды. Сейчас мы заполучим ваши головы и воротимся в 8-8. Отлично. О, мужик на коне. Ура! Да, но чем дальше разгон, тем больше дамаг. Некор. Слушай, ну таком маленьком поле кунь, а? А, кстати, тоже посмеялся, когда увидел. Ну ничего, нормально. Кунь, кунь. Почему у коня целых три Боткова есть? Что бы это ни значило. Играет очень энергетическая, это РПГ. По идее, тактическая. Это ж пока обучение идет. Тут тыкай, не тыкай, все равно не проиграешь. Ух, ё. я мужик с коня упал мужика прибили с коня этим ничего не поделать так козлы меня сейчас еще и замочит и чувствую ну подумаешь что убил индейца и ладно там все на всех так козлить можно было а еми хиллер убили атаковать я их никак не могу и ходить я тоже не могу мало вас начать будет а и начать будет заново нельзя поражение переиграть виду тут и блин ты не так и зерно выиграешь ну оказался в итоге не прав ты не пролил на смортоубийственное задание отправил на задание которое только он мог справиться так на тебе бузико на тебе броню на тебе броню ищи на силу натяжь ищи на силу нет вот лично я был бы не против амстаду поставить но я была кончин к сожалению кровь иди этого мужика блин уединяется так ну поехали а и и и Да слабо лечение действует Видимо подавление боли, которое он у меня накладывает Еще лечение уменьшает Урон 6, потрясающий урон Объемы надо лучше, так там только кавалерийская пика может быть Кабья, видимо, быть не может Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ай-яй-яй Блин, скотина больно бьет Так, вот там вот это, вот это, вот это, вот там уже цель Добиваем А я советовал героя вперед Так он все равно не ходит То есть ему нужно там будет талант взять, чтобы он мог ходить и атаковать, как рыцарь Ну, как воин Все тихо быть Отлично Хоть некий до наших голов так выраставшихся свои имел на собой послание На этом конверте гербованная печать Лайнштейнов и она поломана Это весьма от мой отца, он просит нас вернуться как можно быстрее Пожалуй, Лайнштейн под угрозой И кто-то очень не хотел, чтобы ты это увидел Нам следует неподвижаться назад Попрощаемся с Зейдлицем и в дорогу Ох, чувствую, Зейдлиц меня кинул Скотина продолжная Как-то новая игра идет Ну и что такого Господин Клаузин Боюсь, наше пребывание у вас подходит к концу Я получил послание от отца Из которого я могу судить, что ничто угрожает моим владениям Ну что ж, тогда не будем тратить время на долгие прощания Погода лучше хорошее, то что идите до Ведля нет нужды Отчаял я прямо от здешней пристани еще Передаваясь моему отцу этот пакет Что это? Видишь ли у нас с твоим отцом, как и у всяких давних друзей, есть свои незаконченные споры Вон именно до тех пор, как я похожа к великому своему сожалению, одержу победу Это учиться поможет разъяснить многие вещи, но только твоему отцу Почему вы говорите, что одержуете победу к своему сожалению? Хоть побеждаете даже, в спорах всегда приятнее, чем проигрывать Ну, все зависит от предмета к спору Возможно, уже очень скоро ты сам все узнаешь А обстоятельства складываются так, что я не могу отправиться с тобой Если тебе вдруг понадобится помощь, обратись к Вернеру фон Штейхеру И я и твой отец в вашем хорошо его знали Сейчас, как я слышал, он канцлер при дворе герцога То есть весьма влиятельный человек И оставит беде сына старого друга А теперь торопись и прощай Склеп еще, а где здесь склеп? Ну что, склепа я здесь не вижу Урин вижу Прилейся, церковь Ты не хотел, чтобы ты это увидел, но при этом в самой руке? Логика Считать не в них зачем, действительно Букваны же отражаются, кстати, в склеп мудреца Эвальда На местном кладбище Хорошо, где местное кладбище? Разведел оборот По идее, наверное, вот это местное кладбище Хотя бы где местное, так как-то здесь должно быть А, ну вот жена В этом кладбище жителей округи хоронят своих умерших уже многие поколения Больше всего тут невзрачных серых плит со скупыми надписями И еще несколько склепов хотят Даже их приземистые Даже они приземистые и небогаты А вот и склеп мудреца Эвальда Говорят, нужно заходить в одиночку Мне еще не хотел Мне вообще-то неохота узнавать свое будущее Никому не следует совать свойность туда, куда Господь не велит Но выбор за тобой Зайти Старая дверь склепа закрывается за вами со зловещим скрипом Несколько мгновений длится тишина А внезапно прямо из пустоты раздается глупый и хриплый голос Кажется, что стены склепа дрожат от него Ипкуе гнибис я мурталис от тюбикус арибус перкибитус Че? Я сказал, на колени Смей гордыню свою и слушай в немли Оставь все, что имеешь Все богатство, все сереброе золото Оставь в этом склепе Так велю тебе я и горе тебя, если бы осмелись расслушаться Эрит Лентус Оставить за удар Вот это напасть на Ульта Вы наугад против Гиви Руку хватаетесь за что-то Возможно, это чей-то нос Кожей сейчас завяжется борьба Как смеешь ты, жалкий смертный Ой-ой-ой-ой, ну не надо Не стукай по сту, не стук А, на тебе, получай Бертольда, слышав звуки борьбы, открывает дверь и ловит беглеца прямо на выходе Попался Я держи его Да и великого мудреца из надокаренных сфер Что-то пахнет, что-то плоховато Ничего Вы что, почти не всего лишь Только бедняк Днем я прошу подаяния на паперте Но люди нынче жадные Не приходится Не перепадать, не густо Ей-богу, я так голодаю Что пора даже нечистоты Видеться мне сладким хлебом А, верно, я тебя узнал Я же кинул тебе грошу Возле церкви, Звятая Елена Только, кажется, там ты был Одноногим Ну да, на паперте-то я одноногие На одной ноге стою, как цапля Смотрите Ничего, отгибает одну ногу В доказательство своего мастерства Что-то неохота возиться с этими убогими Может, отпустим его, а? Да-да, отпустите Все же люди И для тебя ничего не пожалею Впрочем у меня ничего-то и нет Вот все, что осталось Короче, лапка на удачу Возьми, возьми Ладно, возьму и твою лапку А теперь убирайся с этого кладбища Квыляю в темноту Ох, я стукнул тут и меня крепко Драгонопергамиде А че, нормально? Аутентичненько, так сказать То есть мне вот это вот нужно Карающий огонь Так, некромантия Рассаживающая основная некромантия Может призывать духов на поле боя Замечательно А вообще-то с новыми друзьями Которых мы порвали в Горштейне Наверное, они захотят плыть с нами Через Мелькинбург Барандербург и Саксонию Даже недолго мы выгасили узи от лица Надеюсь, вода или бы быстро Досюда нас, Ланштайн В путь Резенваль Вот так Сейвушка Нью сейв Ну да, почему бы и нет Давайте на сегодня уже закончим Я то есть сильно спать хочу А заодно с игрой переспим ее Такая более понятная, что ли, будет Да я И не читал чудо как-то давненько Художественно Надо поработать над этим Ладно, дамы и господа Сегодня, к сожалению Усё И помните Ежели вам понравилась трансляция Не забывайте ставить плюс Ежели вам очень понравилась трансляция Подписывайтесь на канал Ну и, конечно же, оставляйте комментарии Что вам понравилось Что вам не понравилось Как ваше мнение Мы стримы, кстати, лучше А вот как-то Так Я бы надо дурить прямо сейчас А вот что, хорошая игра По-моему По-моему, хороша То есть, конечно, учитывая, что она Индия И все-таки ее По-моему, поляки делали Или не поляки Давай на угол Звони на игры А чего, не понравилась, что ли? По-моему, хорошая игра А ну, дурацкая и безвкусная Ну, то туториал только бы Чего хотели? Приключения только сейчас начнутся Дисеплз Давай интереснее Злую Пойду я спать Итак, дамы и господа Всем спасибо за просмотр И доброй ночи Вот так Деньги заплачен надо проходить, да? Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...